Всем привет! Сегодня готовим стейк, любимое блюдо настоящего ковбоя. Мужчины любят мясо и считается, что у них оно особо хорошо получается. Но вообще не обязательно быть мужчиной, чтобы готовить стейки. А в посуде iCook мясо точно получится сочным. И сегодня я вам это докажу. Если мясо было в вакууме, дайте ему подышать 10 минут. За это время цвет и аромат стейка нормализуется. У нас стейк с триплоин. Его название переводится как филейная полоса. Это одна из самых нежных частей туши. Видите этот рисунок из жира? Из-за него эта говядина называется мраморной. Благодаря этим полоскам оно получится нежным. Пока наш стейк дышит, разогреем сковороду с антипригарным покрытием iCook. Она у нас сегодня будет выполнять роль и сковороды, и духовки. Масло для жарки нам здесь не понадобится, ведь у нас антипригарное покрытие. Но нам нужно растворить эфирные масла из наших пряных трав. А масло растворяется в масле. Поэтому мы добавляем масло в сковороду. И впоследствии будем им ароматизировать стейк. В масло кладем розмарин тимьян и два зубчика чеснока. Чеснок ни к чему, чистить или резать, просто придавить ножом. Огонь ставим чуть выше среднего. Стейк посолим и поперчим. И выкладываем на сковородку. Жарим по полторы-две минуты с каждой стороны и переворачиваем. У нашей сковороды прочное антипригарное покрытие дюрамик. Благодаря ему мясо жарится практически без масла и не пригорает. Хорошо, что у iCook высокие борта у сковородок. Жир не разбрызгивает по сторонам. Если бы у меня была другая посуда, мне бы пришлось ставить стейк в духовку, чтобы его довести до готовности. Но с iCook все проще. Я просто накрываю сковороду крышкой и убавляю огонь до минимума. У сковороды толстое дно Opti-Tem. Оно равномерно распределяет температуру. А благодаря антипригарному покрытию я не пережариваю стейк. Если вы любите среднюю прожарку, то есть когда мясо внутри розовое, держите его под крышкой 3-5 минут. Если вам нравится прожаренный стейк, то 10-15-20. Пока мясо готовится, приготовим соус чимичури. Это аргентинский рецепт. Для соуса мы используем кориандр, зелень петрушки, мята и острый перец. Также чеснок, 2 чайные ложки винного красного уксуса и пару старовых ложек оливкового масла. Соус готов. Десят прошло, посмотрим, что у нас получилось. Стейк обязательно должен полежать 5-6 минут, отдохнуть. Во время жарки соки собираются в центре, а когда снимаем с огня, распределяются по стейку. Ну вот наш стейк готов. Давайте посмотрим, какой он получился внутри. На такой стейк должны следиться ковбои. Надо есть быстрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин